Всем привет! Сегодня будем печь быстрые пасхальные куличи. Особенность этого рецепта состоит в том, что делаются они без дрожжей. При этом куличи получаются пышными, мягкими и влажными внутри. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом заливаем изюм кипятком и даем ему постоять минут 10. В это время замешиваем тесто. Просеиваем в миску 500 граммов муки. При этом добавляем в нее крахмал, разрыхлитель, соду, куркуму. Затем соль и ванильный сахар. Все сухие ингредиенты хорошо перемешиваем. Дальше разбиваем в миску 2 яйца, добавляем желток, сахар и хорошо взбиваем блендером до получения пены. Затем высыпаем сметану. Вливаем теплое молоко и взбиваем еще 1-2 минуты. Добавляем растопленное остывшее сливочное масло и хорошо перемешиваем. Как раз подошло время заняться изюмом. Сливаем с него воду. Промакиваем бумажными полотенцами. Посыпаем мукой и хорошо перемешиваем, чтобы каждая изюминка покрылась ею со всех сторон. Теперь в подготовленную сухую смесь вливаем жидкую массу и размешиваем до однородного состояния. Если тесто жидковато, добавляем еще немножко муки. Оно должно получиться как на оладьи. Дальше добавляем в тесто изюм, цукаты и хорошо перемешиваем, чтобы они распределились по тесту равномерно. Затем раскладываем тесто по формам. Наполняем их примерно на 2 трети. Выпекаем куличи при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна остаться сухой. Пока куличи остывают, делаем глазурь. Выливаем в миску оставшийся яичный белок. Он должен быть холодным. И взбиваем его блендером до пышной пены. Затем порциями подсыпаем сахарную пудру. И продолжаем взбивать. Когда большая часть пудры уже будет введена, вливаем лимонный сок. Снова взбиваем. Вставляем оставшуюся сахарную пудру. И доводим массу до нужной густоты. Теперь извлекаем остывшие куличи. из форм. Окунаем их в белковую глазурь. А затем украшаем цукатами или кондитерской посыпкой. Вот и всё. Быстрые пасхальные куличи без дрожжей готовы. Пеките с удовольствием и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!